Библейский портал экзегет.ру представляет И мы с вами читаем 21 главу. «Родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Мы видим, что, наконец, эту семью, которая проходит столько испытаний, мы помним, что Аврааму было 75 лет, когда Господь призвал его из Ура-Халдейского выйти из этой земли страстей и порока и идти в землю обетованную, которая является прообразом Царствия Небесного. Так и в нашей жизни бывает много огорчений, скорбей и печалей, прежде нежели мы достигнем жизни вечной с Богом и в Боге. Но, как говорится в Священном Писании Нового Завета, все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Эти скорби нам посылаются для того, чтобы мы могли их преодолевать, для того, чтобы могли подправлять свой путь духовной жизни, правильно настроить свой внутренний навигатор души или компас души, чтобы не было этого сбивчивости куда-то в сторону. Мы понимали, что главное — это ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. У нас в жизни бывает иногда наоборот, когда мы начинаем искать приложение, а Царствие Божие остается где-то там на втором месте. В этом смысле здесь показывается нам, что Аврааму было 75 лет, и, как мы прочитали, 25 лет. Он идет по пустыне, Бог обещает ему, что будет у него потомки, размножат его. 25 лет Бог не дает ему детей, и вот, наконец, радость. В этой семье появляется первенец Исаак. Сказано, что по Ветхому Завету прообраз крещения над ним был совершен на восьмой день. Было совершено обрезание. Почему? Именно на восьмой день. Ну, вот здесь прообраз того, что и Господь Иисус Христос наш воскрес как бы и в первый день, и в восьмой день. То есть восьмой день — это то, что выбивается из времени. Мы знаем, что неделя, недельный круг — это семь дней. Там, начиная с воскресенья, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. А вот восьмого дня нет, но восьмой день — это как раз то самое воскресенье. Это указание уже на то, что кто войдет со Христом в другой завет, не в этот завет обрезания, а в другой завет, завет вечный, о котором сказано в Священном Писании, что он в крови Божией. Господь так и говорит, что «се есть тело мое, се есть кровь моя». И вот причастие, то есть крещение, таинство, исповедь и причастие — это как раз вхождение в завет. А крещение, исповедь — это подготовка, вхождение в этот завет. И Бог готов с нами всегда через исповедь обновлять этот завет в теле и крови своей, в святом причастии. В этом смысле евангелист Иоанн Богослов в первом своем послании, с первой главы, седьмой, восьмой, шестой, седьмой, восьмой стих, так и пишет. «Кто говорит, что без греха, тот лжец, и нет в нем правды». И далее продолжает. «Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Заметите, сказано «не очистило» тогда, две тысячи лет назад, а «очищает нас от всякого греха». А где и когда? Когда в таинстве, ну, понятно, в таинстве крещения первое, а второе — в таинстве исповеди. Мы обновляем свой завет с Богом, мы подходим к чаше евхаристической, и там слышим такие слова, что «се есть кровь моя, сей есть тело мое, очищающее нас от всякого греха». И здесь мы видим, что Авраам так и поступает. Он поступает по ветхозаветному правилу, которое указывает на восьмой день. Это восьмой день вечности. Авраам был ста лет. И далее, что интересно здесь заметить, что восьмой стих сказано, «Когда дитя выросло, отнято было от груди, и Авраам сделал большой пир». Почему Авраам не делает большой пир, когда был действительно вот этот прообраз крещения? Мы знаем, что сегодня, в общем-то, крещение — это такой праздник для многих семей, всегда сопровождается застольями. К сожалению, иногда бывают застольями не очень пристойными, но это скорее у людей, которые не понимают смысла крещения. В православных же семьях надеются, что все иначе. И далее, почему же, да, действительно сказано о том, что дитя выросло и было отнято от груди, и тогда только Авраам устраивает пир. Что такое отнятие от груди? Это значит, человек уже пришел в какое-то состояние, в какую-то меру возраста. Здесь всего в нескольких стихах это описывается, но отнятие от груди мы понимаем, что это прошло и год, и больше. Поэтому это состояние уже того, что человек начинает какой-то возраст. И отнятие от груди в Священном Писании, то есть отнятие от такого грудного молока, это тоже состояние человека, когда человек начинает свой духовный путь к Богу, он уже что-то начинает понимать. Ну, например, в послании апостола Павла к евреям, 5 глава, 12 стих, есть такие слова. Когда апостол говорит и упрекает еврейскую общину, принявшую Христа, в том, что она не заботилась о том, чтобы приходить в меру возраста Христова, а оставалась все на каких-то фарисейских начатках. В начатках вот что он пишет им, Евреям 5, 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, 13 стих, не сведущ слою правды, потому что он младенец. Твердая пища, свойственно совершенном, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Мы видим, братья и сестры, что оставаться в возрасте неофицком, то есть только креститься, мы видим, что восьмой день — это прообраз крещения, обрезания, только креститься, но не возрастать во Христе и на этом успокоиться, это значит не быть наученным развлечению добра и зла в своей жизни, потерять вот этот духовный компас или внутренний навигатор души. У нас люди, многие так сегодня и поступают. Приходят в храм, я проводил огласительные беседы, иногда эти люди покрестят своих детей, восприемники, их больше в храме и не видно. Это действительно очень печальное событие, или взрослый человек приходит и покрестится, а в храм не ходит. Это примерно так, что человек, скажем, поступил в университет, а ходить не стал. Это как вечный абитуриент, никакого смысла в этом поступлении нет. Поэтому церковь — это школа любви, где человек учится различать добро и зло. Крещение — это рождение в жизнь вечную. И всегда оставаться, питаться не только лишь каким-то молоком, то есть несовершенной пищей, в лучшем случае, если люди этим еще и питаются. Но тогда человек так и будет находиться в состоянии какого-то непонимания, что добрая в него жизнь, что злого. Это как раз та философия релятивизма, которая царствует сегодня в сознании наших современных людей. Она говорит о том, что нет ничего конкретного, нет ничего утвердительного, что нет такого понятия абсолютное добро, нет такого понятия как зло, но это ложь. Эта философия, она очень опасна и вредна. И только в церкви человек может обрести, как сказано, изучая Священное Писание, в толковании отцов церкви, может обрести эту твердую пищу. Так мы и прочитали с вами. Твердая пища свойственно совершенном, у которых чувства навыком научены. Заметьте, чувства навыком научены для развлечения добра и зла. Люди вне церкви, которые только покрестились, но так и не оторвались от груди, скажем так, вот этого крещения момента, на этом и остановились, то их чувства влекут их неизвестно куда. Люди сегодня говорят, надо сердцу доверять, слушай больше свое сердце, но надо помнить о том, что сердце тоже поражено грехом. Другие люди говорят, вот совесть, совесть, нужно делать все по совести, но надо помнить, что и совесть поражена грехом. И с совестью можно договориться. Так и есть у апостола Павла такие слова. Есть люди с прожженной совестью, как он говорит. Действительно, можно и с совестью заключить какую-то сделку. Так и говорит человек, это бессовестный. Поэтому только та совесть, которая проявляется и утверждается на евангельских заповедях, на вхождении в завет, не только на заповедях умом, но и чувствами, и своей волею, и своим деланием, только такая совесть будет совестью чистой. Иначе совесть тоже весь человек поврежден грехом. Со времен отпадения первых людей от Адама и Евы, как сказано в послании к римлянам 5.12, как одним человеком грех вошел мир, так перешел во всех человеках. Но кровью Иисуса Христа мы очищаемся от всякого греха. Поэтому, чтобы приступить, а кто сказано приступает, не рассуждая теле и крови Христовым, те, некоторые из вас болеют, другие умирают. То есть нельзя подходить, крестился, лет 20 в церковь не ходил, потом пришел и даже, минуя священника, который стоит и исповедует, сразу к чаше, а потом обижаются, что это нас батюшка не допустил. Так для вашей же пользы. Не допускает. Почему? Так сказано, одни болеют, другие даже умирают. Нельзя человеку, не предочистившись, через исповедь вступить в завет, снова обновить завет с Богом. Итак, мы видим, что здесь Авраам устраивает пир, он понимает, что сын его приходит в меру возраста. И мы читаем далее. «И увидела же Сара, что сын, 9 стих, о горе египтянке, которого она родила, Аврааму, насмехается и сказала Аврааму, выгоня эту рабыню, сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с моим сыном Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся и ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». То есть мы видим, мы говорили с вами о семейной жизни, что Бог вмешивается иногда в ситуацию для пользы даже семейной жизни и говорит, что здесь необходимо послушаться голоса жены. И мудрый муж, он всегда понимает, где послушаться, где нет. Мудрая жена тоже понимает, где вовремя дать совет, а где лучше промолчать. Здесь мы видим, что Сара, как говорится, у свидетеля Анзатауста пишет по этому поводу, что Сара увидела, что Измаил, он бьет Исаака, и она испугалась, она научена Горьким опытом, она очень хорошо знает и священное предание, тогда еще не было писаний как таковых, она знает священное предание о Кайне и Авеле, она помнит, чем закончилась эта история, когда два родных брата, даже не разноутробных, а единоутробных от Евы, они один позавидовал другому и помнят, чем кончилась зависть и превозношение Кайна над Авелем смертью младшего сына. Поэтому она здесь тоже боится, как бы не закончилась эта смертью младшего сына Исаака, и чтобы не убил бы, издеваясь над Исааком, Измаил его и говорит, выгони его, разлучи, чтобы не случилось более худшее в нашей семье. Итак, мы помним с вами, когда был спор между пастухами Лота и пастухами Авраама, то Авраам там рассудил так, согласно опять же толкованию свидетеля Анзатауста, он говорит, лучше жить раздельно, нежели вместе, но в ссоре, а лучше разделиться в мире, нежели разделиться споря, и не дай бог произойдет какая-то беда. Если видно, что это грозит и угрожает как-то жизни человека, я одного из членов семьи, я как-то говорил о том, что есть три причины для развода. Первый, это естественный, когда может человек второй раз жениться, когда один из супругов умирает. Второй, это прелюбедеяние, сам Господь Иисус Христос говорит, что это причина. И третье, это крайное помешательство, тоже церковное постановление, когда есть угроза жизни кому-то и членов семьи. Поэтому лучше здесь мирно разойтись, нежели жить, и чтобы произошел страшный грех, мартубийство. Так поступает Сара мудро, и Господь говорит, что пусть лучше будет так. И от сына рабыни я произведу народ, далее Господь обещает в 13-м психе, потому что семя это твое. Авраам встала утром, взял хлеба, мехи. Далее здесь говорится о том, что он отправляет Агарь, но так как это семя Авраамова, то там Бог вмешивается в ситуацию, и возле колодца, как сказано, Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец, там была жажда в пустыне, и они не погибли. Господь возвращает ее, и Бог был сотраком, как сказано в 20-м стихе, Агарь снова, и он вырос и стал жить, то есть он их избавляет от смерти, и жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену, и земли египетской, и был в то время в Мелех, с Филоном, военачальником своим, сказал Аврааму, с тобой Бог во всем, что ты не делаешь. То есть люди, которые, вот эти слова очень важные здесь звучат, люди, которые вне церкви, они очень внимательно, братья и сестры, наблюдают за нами, что делается в церкви. Поэтому, когда мы говорим, что же дело, миссия у нас не ладится, что-то у нас как-то с образованием, и как бы нам хотелось, чтобы больше людей собрать в лоно церкви, только с одной целью, чтобы они обрели спасение в Боге и с Богом. Но здесь вот эта подсказка очень хорошая, что в Мелех видел жизнь Авраама. Может быть, ответ здесь заключается в том, что люди не всегда видят в нас христиан, и не всегда видят в нас поступки, и наш образ жизни, в котором мы живем, достойны имени христианина. Конечно, как есть и другая пословица, на весь мир мил не будешь, но, тем не менее, она не освобождает нас, действительно, не просто называться христианами, но ими быть. И далее мы читаем, «И сказал Авраам, я клянусь, и Авраам упрекал, да, здесь они заключают договор, теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего». И Авраам упрекал Амелеха за колодец с водой, который отняли рабы Амелеховыми. Амелех же сказал, не знаю, кто это сделал, и ты сказал мне, я даже не слыхал о том доныне, и ты не сказал мне, и взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Амелеху, и они оба заключили союз. То есть здесь действительно Амелех видит, он человек достаточно состоятельный, богатый, и видно, что он боится Бога, Бог как-то касается его своей благодатью, но, тем не менее, он не воссоединяется, он не становится паразелитом, не сказано ничего о обрезании прообраза крещения, но, тем не менее, он уважительно относится к Аврааму, его вере, потому, как я говорил, что видит его жизнь. Итак, 21 глава учит нас быть верными Богу, учит нас тому, что нам необходимо вовремя возрастать в духовной жизни для развлечения, как сказано, добра и зла из истории обрезания, и то, что Авраам делает пир, когда Исаак был отнят от груди. Также мы с вами видим, что в семейном совете бывает полезно и послушаться голосу жены, если это мудрый совет и соответствует заповедям Божьим, и видим, что, взирая на образ жизни Авраама, Аумилех, то есть языческий царь, он старается заключить союз, потому что видит, что Авраам не просто как-то абстрактно там верит в душе, в Бога, но и весь образ жизни соответствует его вере.